Для эксперимента съемочная группа отправилась в отделение номер 27 на площади Попова. Ранее рязанцы жаловались, что здесь сотрудники порой вовсе не обслуживают граждан. В этот раз очередь состояла из 15 человек. Люди обслуживались через одно окно. Второй компьютер стоял без работы. Я в порядке очереди. Жду. Какая у вас сейчас по счету? Ну, седьмая получается. Восьмая. Девятая. Очередь движется не всегда быстро. Если бы был второй оператор, конечно, было бы все намного быстрее бы. Позвонив по номеру 8 800 258 88, можно пожаловаться на очередь более пяти человек. Так как ситуация оказалась подходящая, мы решили это сделать. Вы позвонили в Центр поддержки. Да, в Почте России, пожалуйста, в Туновом режиме введите индекс отделения, в котором перед вами очередь более пяти человек. 3 9 0 0 27. Информация получена. Спасибо, что помогаете делать Почту России лучше. Ждем. Пока мы находились в ожидании изменений, начальник отделения объяснила, почему на Почте наблюдается стабильная нехватка кадров. Сама она сейчас болеет, но позволить себе уйти на больничный не может. Работать не можем, если только шел бы народ работать сюда. Зарплата очень маленькая. Никто не идет. Начальник отделения сказала, что при большом скоплении людей она помогает оператору. Сейчас же она была занята внутренними делами – обработкой почты. Ну вот я сейчас позвонила. Они как-то вообще вам перезванивают, чтобы очередь умешала? Ну вы слышите телефон, мне не звонит. Нет? То есть как бы это бессмысленно, да, звонить по этому номеру? Это все вопросы к моему руководству. А сколько человек вот так вот в очереди примерно каждый день находится? Ой, ну человек 30-25. Прямо бывает, да? Бывает, да. Бывает и на улице стоит. За 20 минут помощников у единственного оператора не появилось, а очередь сдвинулась на 3 человека. Система не работает. Возможно, наше обращение это отделение получит по почте, а не с помощью телефона или интернета. Тогда это произойдет не скоро. В свою очередь, Нагрянов с проверкой в отделение номер 6 на улице Грибоедова, где неделю назад сотрудники уверяли нас в том, что к сегодняшнему дню для обслуживания граждан появится еще один оператор, мы увидели знакомую картину. Людей обслуживает один человек. Ну, у нас на днях работала две, но у нас сегодня, в последний день, работает девушка. И? Вот та, да, девушка? И у нас пока что, да, остается. Также один человек. У нас знакомь, обещали перевезти человека. Ты видишь, сколько народов? Морда-морда. Давно сидите? Да, почти час. Да? Да, очень приятно. Сколько перед вами человек? 30, наверное. Человек 25. Остается пожелать гражданам терпения, единой системе обслуживания Почты России лучшей реакции, а сотрудникам отделений прибавки к зарплате. Миллионы людей по всей стране станут намного счастливее от таких изменений. Продолжение следует...